Всем привет! Сегодня должно быть тройное наращивание выкладного френча. Вот эту работу, фото, которое видите, я удалила, когда чистила пространство на компьютере. Но его можно посмотреть на моем дзен-канале, я ссылку оставлю. Работу на этих ручках я тоже уже монтировала и озвучивала. Но, как вы уже догадались, я тоже удалила. Спасибо, что хоть исходник остался. Перед началом работы я сразу срезаю то, что у меня мешается. Для этого лучше взять тупые кусачки, тогда клиент увидит, как тяжело и мучительно. Вы делаете обработку, и ваше мастерство в его глазах поднимется. Лайфхак! Знаете, я вот шучу, а некоторые моих шуток не понимают. Вот обязательно кто-нибудь напишет, что кусачки должны быть острые. Еще мне тут одна написала. Вот когда станете настоящим мастером, тогда и будете рассуждать. Я спрашиваю, а что значит, по-вашему, настоящий мастер? Я в душе прям запереживала. Работаю почти 7 лет, а все еще ногтепилка. Неужели я не достойна этого высокого, почетнейшего звания мастер маникюра? Полдня трепетно ждала ответ. На что человек мне ответил. Настоящий мастер маникюра не должен делать то, чему научился у других. Он должен экспериментировать и сам изобретать свои техники и материалы. О, как! Субтитры сделал DimaTorzok Перед покрытием я обязательно использую golden dress. Это чисто для видео, потому что он создает как бы жирненькую пленочку на кутикуле. И все недостатки становятся прозрачными. Но после этого я обязательно протираю ногти спиртом, чтобы убрать эту маслянистую пленку именно с самих ногтей. Дальше использую prep primer. Теперь я его обязательно использую. Одно время я его игнорировала и получала отслойки. После prep primer использую бескислотный primer Fiora, который должен подсохнуть. Поэтому после одной руки сразу перехожу на другую. На другой я уже golden dress не использую, потому что она у меня в съемках не принимает участие. Дальше беру базу Beauty Luke. Тоненьким слоем ее наношу. И теперь вы ее, наверное, будете наблюдать год. Потому что у меня 10 флакончиков ее лежит. Итак, буду делать выкладной French. Для этого мне нужна тоненькая-тоненькая подложка. А подложку я люблю делать из полигеля, потому что гель убегает от точек в роста. Вот вроде бы даже вы гель туда положили, форму снимаете, а нет. В точках в роста пустота. Вот с полигелем такого, конечно, не случается. Куда вы его положите, он там и будет. Сейчас мне будут писать в комментариях. Нет слова положить, есть слово покласть. Нету слова покласть, есть слово положить. Это ложить, нету слова. Единственное, что полигель, когда поджимаешь, у него образуются микротрещинки. Но так как дальше-то я буду выкладывать еще, поэтому эти микротрещинки не повлияют. Здесь я примерила форму, но как-то неудачно. Усики не подошли по форме, поэтому я форму снимаю и подрезаю еще раз усики. А полигель я выкладываю на ноготь перед формой для того, чтобы мне лишний раз форму не дергать. Она у меня и так как-то неустойчива стоит. Я прям не знаю, клиенты что ли в лампу руку кладут и опираются. Эта форма упирается в дно лампы, форма съезжает. Поэтому вы вроде бы выложили подложку нормально, клиент руку достает, а там подложка вся кривая. Итак, история этой работы. Насмотрелась, значит, я в инстаграм работ Горск. И мне безотлагательно захотелось сделать этот дизайн. А клиенты, как назло, не хотели. Пошла я в красное-бело, думаю, сейчас горе напьюсь. Но там стояли две молодухи, фотографировались. Я думаю, ну если они мне тут мешаются, пусть тогда и отдуваются. И я, короче, одной из них оставила свой телефон. Я так смотрю, ручки вроде молодые. Для видео мне в самый раз, короче, докатилось. Пристаю к людям на улице. Вот что значит творческая чесотка. А вообще выкладной френч, да и вообще наращивание я делаю редко. Потому что клиенты-то у меня постоянные и больше как-то коррекции идут. Поэтому в выкладном френче я не особый спец. Но иногда вот можно потренироваться. Несмотря на то, что подложку я поджимала, ногти какие-то широкие получились. Плюс еще и трамплинистые. А вот когда ногти короткие у человека, не сразу понимаешь, что трамплины. Вот когда они уже отрастают, тогда смотришь, а трамплины. А вот на стадии наращивания этого пока еще непонятно. И здесь как раз именно такой случай и был. Ну так на всякий случай скажу, а вдруг вы не знали тренд нынешнего сезона. Это блестки у кутикулы, которые сверху закрываются каким-нибудь материалом. Таким образом блестки где-то там в глубине. Получается как бы и аквариумный дизайн, и это простой дизайн. И симпатичный. Поэтому надо пользоваться моментом и делать такие дизайны всем клиентам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше я тут пытаюсь делать опилы, как-то сузить форму. Я вот как-то боюсь сильно поджимать ногти. Особенно полигель, мне кажется, он треснет. Да и гель, когда поджимаешь, он потом все равно как-то выпрямляется. Нет, конечно, если потренироваться, всему можно научиться. Но я повторю, что я выкладные френчи редко делаю. И вот так подобралось, что в последнее время таких работ случилось три. И все три я хотела сюда смонтировать. Но одно, к сожалению, потерял. Так обидно. Вы даже не представляете, как я сегодня расстроилась из-за потерянного видео. До новых встреч! Ну, этот ноготь, конечно, такой широкий получился кошмар. И я еще материалу побольше там наложила. И когда стала спиливать толщину, обнаружила, что он не просох. Мне пришлось сушить этот ноготь два раза. В общем, конечно, это далеко от того, что выложила у себя в горской. Но, впрочем, у нее и модель была с другими ногтями. И это тоже, на самом деле, влияет. А вообще, этой клиентке я бы посоветовала попробовать миндальную или овальную форму. Если она будет ходить, то надо попробовать другую форму. Потому что квадрат, особенно когда он отрастает и взлетает, то это выглядит не очень. Ну и дальше небольшая, ну как небольшая, большая инкрустация и цветочки. Вот дизайны скрадывают недостатки формы. Если форму сделать идеальную, то можно однотонное покрытие сделать, и все, и ногти будут красивы. Если чувствуете, что форма не идеальная, можно сделать дизайн, и он отвлечет внимание от несовершенств формы. Но, опять же, это понимаем мы с вами, а клиенты этого не понимают, этих вот нюансов. И еще мы с вами тоже, наверное, что-то не понимаем, пока не станем настоящим мастером маникюра. Как мне открыл глаза один комментатор, это не всем дано. Субтитры сделал DimaTorzok И вот что у меня получилось, а дальше мы посмотрим, как эта работа относилась и что дальше я на этой клиентке сделаю. Внимание! А сейчас вы наблюдаете уникальный момент. Перерождение ногтепилки в мастера маникюра. Смотрите, я изобретаю собственный материал. Единственное, я не учла, что надо было снять липкость не только с поверхности гель-лаковых штрешочков, но и с внутренней стороны. Поэтому вот эти полосочки у меня слиплись, и темно-коричневые вкрапления наслоились один на другой. Дальше уже следующий гель-лак я протирала с обеих сторон. Кстати, у Венолиса оказывается гель-лак жесткий, прям как гель, и его нарезать было удобно. А гель-лаки у Фиоры мягкие, как пленочка, и скручивались. Дальше я еще добавила потали. Я знаю, что вы знаете, откуда я взяла этот дизайн, поэтому напишите, как он называется и у кого я его увидела. И вот, значит, пальчики пришли ко мне на коррекцию. Я представляю, какое было бы счастье, если бы к нам на коррекцию приходили бы только пальчики. Это была бы работа мечты. Для снятия страз я использую ремовер для гель-лака от Розалинт, и он мне очень нравится. Потому что пока спиливаешь материал с остальных ногтей, он работает и помогает снятию страз. Иногда это получается просто одним движением, иногда приходится помочь там пилочкой. Но все равно раньше я мучилась со снятием страз, кусачками их откусывала. Сейчас одно удовольствие. И во время спиливания я, конечно, пытаюсь заузить форму, тем самым срезаю боковые параллели. В общем, заужала-заужала и снесла боковые параллели. Вот на этих кадрах видно слегка-слегка трамплин, но не критичный. Можно даже сказать, что, в принципе, нормальные прямые ногти. Там только чуть-чуть вверх свободный край идет. На этом этапе я еще не знала, какой длины буду делать. Этой клиентке я делаю бесплатно, поэтому эту модель. Длину и дизайн выбираю сама, и от этого мне легче. Но пока я на этот момент еще не знаю, какую длину буду делать. Все исходя из того, как у меня выстроятся боковые параллели. Вот из этого длина у меня сформировалась. И мне очень нравится тенденция, когда делают разные руки. Только мне не нравится, когда разные руки вообще в разном стиле. То есть я люблю, когда сочетаются между собой левая и правая рука. Или хотя бы цвета одинаковые. Или тематика одна. Потому что все мы хотим разнообразия. И матовые топы, и глянцевые. И тот дизайн, и этот. А тут сразу можно все сочетать на обеих руках. Если у кого не получается градиент, у вас, скорее всего, кисть не та. Именно ворс. Я сейчас покупаю всякие разные кисти, пробую. Так вот, от ворса много зависит. Многие кисти просто впитывают в себя материал, и градиент получается с проплешинами. Я наконец-то купила ту самую кисть, которая не впитывает гель-лак, а именно градиентит. Скоро, наверное, покажу. В общем, имейте в виду, что от ворса кисти многое зависит. И, может быть, поэтому у вас и не выходит. Дальше все покрываю матовым яйцом и опять делаю опил. Столько опила было в этот раз, это просто кошмар. И еще одна очень важная часть работы, это удачно сфотографировать руки. Потому что бывает, что дизайн хороший, красивый, вообще отличный, но вам никак не удается передать всю его прелесть. И сейчас не торопитесь разбегаться, будет следующий выкладной френч. Что, тебе выкладной френч, который ты мне... Хочу, да, у меня все время много. А второй рук, покажи. Вот заколебал мне этот ноготь, уже я не могу. У тебя выгорел, что ли? Да. В качестве подложки полигель Розалин с блестками. И я исполняю мечту клиентки. Она давно-давно хотела выкладной френч с прозрачными кончиками, но никто ей не делал. И очень приятно кого-то осчастливить. А вообще, я тут подумала, выкладной френч лучше делать только в том случае, когда требуются прозрачные кончики. А, например, когда белый френч или что-нибудь такое непрозрачное, то мастерам проще, конечно, нарисовать. Это быстрее гораздо. И вообще-то с виду-то одно и то же получается. Что вы нарисуете, что выложите, а выкладывать ровно линию улыбку, это не всегда получается. Потом, когда делаешь опил с боковых краев, камуфляж как бы спиливается, просвечивает. В общем, не всегда это лучший вариант. И, конечно, он должен стоить дороже, потому что это и трудозатратно, и долго. Дальше я смешиваю остаточки геля с кусочками слюды из набора с Алиэкспресс. Один раз этот набор купите, все, хватит очень надолго. Такую длину этой клиентке мы ни разу еще не делали. И в конце она засомневается, сможет ли ходить с такой длиной. Я ей тут на днях написала и спросила, как ей удобно ли с такой длиной. Она сказала, что привыкла, нормально. Говорю, приходи, я тебе длину спилю, она не хочет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И можно было бы дизайн не делать, но в качестве камуфляжа у меня был самозамес из геля с акрилом. У меня на тот момент нормальных полигели камуфляжа еще не было. Они плавились на жаре. В общем, мне пришлось смешать с прозрачным акрилом, и он лег неравномерной массой. Вот здесь можете полюбоваться на типсы зеленые и желтые. Не знаю, что они тут делают у меня в кадре. И здесь я допустила грубую ошибку. Я стала делать китайскую роспись поверх топа, то есть ничем не перекрывая ее потом гель-красками для стемпинга. А они вообще-то не держатся на поверхности топа. Это можно было бы сделать гель-красками Red Star или Fenshing Mei, но вот никак не гель-красками для стемпинга. Я ей прямо сейчас написала и спросила, держатся ли цветочки на поверхности, но она сама вроде бы не жаловалась. А так, конечно, надо стремиться покупать краски для китайской росписи, именно те, которые держатся поверх топа, ничем не перекрытые и глянцевые. И вот такой результат у нас в итоге получился. Пишите в комментариях, стали ли вы настоящим мастером маникюра. Если нет, то срочно сделайте какой-нибудь замес. И я вас поздравляю, вы перешли на новый уровень. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю дворческого вдохновения, хорошего настроения. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»